Привет! Я хочу немного рассказать, поделиться своими мыслями о планировании тренировок, потому что этот вопрос всегда задается очень часто, а у меня очень свое, скажем так, индивидуальное и необычное мнение на этот счет. Я очень редко прописываю программы. Я не люблю прописывать программы, я не считаю, что это вообще то, что можно продавать, что нужно продавать. Почему? Во-первых, этого продукта очень много, в бесплатном доступе программы есть везде. Даже если нет готовой программы, есть огромный доступ к большому количеству упражнений, из которых каждый может свою программу составить. Это не rocket science, как говорится, здесь ничего сложного нет на самом деле. Что такое в моем понимании программа, если взять пример из музыки? Мы играем музыкальное произведение по нотам. Мы его разучиваем, мы его играем, таким образом мы учим музыку на уровне музыкальной школы. Вместе с тем мы учим гаммы, гармонии, сольфеджио. И настоящий музыкант – это не тот, который может поставить перед собой ноты технических исполнений. Это тот человек, который может симпровизировать в зависимости от настроения, от случая, от просьб публики, от собственного настроения и так далее. Который может написать собственное новое произведение. При этом ему нужно знать ноты, гармонию, и остальное уже идёт. Свою мелодию он составляет на законах вот этой вот гармонии, которую он знает. То же самое тренировка. Воспринимайте тренировку как мелодию. Это мелодия. И зная основы физиологии, зная, как то или иное упражнение влияет на наше тело, зная, что нам нужно развивать, какие у нас цели, какие у нас задачи, какие инструменты используются для их осуществления, для их достижения. Вот тогда мы можем собрать свою тренировку в зависимости от нашего настроения, от наших возможностей, от места, от того количества времени, которое есть у нас, от нашего физического состояния. Мы можем собрать свою тренировку, собрать вот такую свою мелодию. И вот это настоящий профессионализм в фитнесе. Причём это не обязательно знать фитнес-тренеру. Каждый человек, который хочет сделать фитнес частью своей жизни, должен иметь им наслаждаться. А чтобы им иметь наслаждаться, нужно уметь составлять вот такие гармоничные мелодии, скажем так, тренировки для себя. Поэтому я... да, я составляю программы тренировок, но эти программы тренировок используются исключительно, как, например, в музыкальной школе используются музыкальные произведения. Только для того, чтобы научиться, чтобы научиться технике, чтобы понять, что за чем следует, чтобы дать пример программы, которая может понравиться, которая может не понравиться. Но это вовсе не самоцель, это не конечная стадия. Это только начало, первые классы фитнеса. А вместе с тем учится так называемая гармония, правила и законы физиологии фитнеса. Постепенно ученики к этому приходят, и они уже через несколько месяцев могут самостоятельно создавать свои программы. Они учатся слушать себя, и они знают, что им сейчас нужно. Они учатся ставить свои цели и знают, какие инструменты нужны для их достижения. И они сами выполняют свою собственную программу. Вот в этом состоит моя цель как фитнес-тренера. Ученики становятся независимы от фитнес-тренера. Они полностью полагаются на себя, и они умеют это делать. Поэтому я могу дать программу, но я не люблю это делать. Я считаю, что это неэффективно. Я предпочитаю учить гармонии, и потом смотреть, как на тренировках ученики сами составляют свою собственную прекрасную мелодию. Мелодию фитнеса, мелодию тренировки. Спасибо. Счастливо.